Вторая, возможно и заключительная игра Fnatic против Sigma, счет 1-0 в пользу Fnatic и возможно эта игра станет заключительной в групповом этапе Dota 2 Champions League 2 сезона и начнется у нас плей-офф. Предварительное расписание я вам обещал и оно появилось с 12 по 21 в эти даты должны пройти четвертьфиналы, 22-23 полуфиналы, 25 матч за третье место и 26-27 финальные игры. В общем-то, ну естественно не с 26 по 27, а либо 26, либо 27. Вот так вот у нас 27 числа должен турнир уже точно закончиться и стать известны победители. Ну и в общем-то, пока что можно сказать, что сетка плей-офф уже определена, вы можете ее найти на сайте d20l.ru. Кстати говоря, не передавал благодарности нашим спонсорам Dailymotion, это Сора, за этот замечательный турнир. Ну и в общем-то сетка выглядит на данный момент как Fnatic против Cloud9. Вот это будет очень интересный замес, действительно очень интересный, потому что обе команды играют примерно, ну не то чтобы в одном стиле, но они очень-очень скиллованные в индивидуальном плане и как раз-таки вот любят такие масштабные драки в лейте. И в общем-то у каждой команды свой какой-то уникальный стиль, поэтому будет невероятно интересно. Ну и победитель этой пары сыграет с Empire, наверное, на данный момент главными фаворитами. Ну вообще, наверное, всей европейской доты очень приличной форме находится сейчас империя. С другой стороны, Virtus.pro против Alliance. Ну, наверное, здесь, конечно, пара значительно более предсказуемая, четверть финалистов, нежели Fnatic Cloud9. VP сейчас находится в ужасной форме. И, ну, я даже не помню, какой последний матч там они выиграли, но, в общем-то, где-то на уровне Sigma и с Liquid'ами неплохо сыграли, с Ranger'ами неплохо сыграли, за счет чего пробились в стадию плей-офф. Но, в общем-то, с альянсами будет невероятно тяжело. А дальше, дальше Na'Vi, победители этой пары. В общем-то, на мой взгляд, кто бы не выиграл в первом четвертьфинале, с имперцами будет шикарная игра. И то же самое можно сказать про Na'Vi, потому что, если Virtus.pro каким-то образом одолеют альянс, Na'Vi VP это чуть ли не... Radiant Team. Ну, хотя Na'Vi Allianz, наверное, еще круче. Это я что-то не подумал, что это такое противостояние, которое всегда очень интересно смотреть. После, особенно, International 3-го. Мне кажется, еще пару лет будет это... Ну, так, интересно. Не, ну, до тех пор, пока эти команды будут держать топовые позиции, а пока, учитывая их, так скажем, достижения, все-таки это и Na'Vi, и Альянс, они имеют, грубо говоря, топ-1 позиции, и поэтому их встреча будет самая, так скажем, зрелищная и интересная. Ну, а что в перспективе покажут команды? То есть, может быть, какие-нибудь там те же имперцы, если в том же духе продолжат, то тоже ворвутся в такой плотненький топ, и все остальные, те же Cloud9, очень хороши, поэтому время покажет. Да, в общем-то, Na'Vi действительно, наверное, можно назвать самой титулованной командой за всю историю существования второй доты. Все-таки был период, где-то длиной в год, когда они выигрывали абсолютно все, и даже было, ну, такое изряда удивительного, когда они проигрывали кому-то хотя бы, ну, просто БО-1. Действительно, сложно поверить, но такое было. Потому что сейчас, ну, даже, как бы, в какой бы форме команда ни находилась, БО-1 проиграла, ну, и такое случается часто. Ну, конечно, Na'Vi были просто тогда монстрами. Ну, и Альянс, это самая титулованная команда, наверное, прошлого года. То есть здесь, поэтому такая дуэль очень-очень интересная. Но, конечно, посмотрим. В принципе, не будем сбрасывать ни одной из команд со счетов, несмотря на то, что Empire, как я сказал, являются главными фаворитами. Но главный фаворит и чемпион, это несколько разные понятия. Все-таки, зачастую, главные фавориты остаются не у дел. И масса усилий будет приложена их соперниками для того, чтобы это произошло. Ну, и сейчас Фнатики, как мы видим, в общем-то, сами попытаются сыграть с Эмбером. Будет достаточно интересно на это посмотреть. Ну, да. Эмбер от Фнатик. По-моему, Фнатик уже пикали этого героя. Ну, я точно помню, что имперцы пикали этого героя Сайленту, и тот вообще не знал, что им делать, и они проиграли. Вот. А как Фнатик, вот, честно говоря, вроде они тоже брали, но как-то не припомню. Ну, здесь, скорее всего, для Хани, как бы его стиль... Ну, видно было, что даже в прошлой... В прошлой игре, да, он вначале чуть потерпел, но как только появляется какая-то возможность. Сразу же агрессивно играет. Очень-очень хороший агрессивный игрок, который, конечно, дополняет команду Фнатик. Вот этой своей агрессии. Ну, и Бэтрайдер от Трикси. Да, Трикси сыграл тоже здорово. Вот такой идеальный хардлайнер, в меру наглый, но при этом очень-очень полезный. Конечно, очень быстро он выформил свои арты и очень хорошо все сделал. Такой образцовый Бэтрайдер, скажем так. Шадоу Шаман опять. И, в общем-то, кроме Эмбера ничего не поменялось в пике Фнатик. Шадоу Шаман, Бэтрайдер, все те же. Лайфстиллер Пак в бане на этот раз. Забанили инфест-бомбу, боятся связки этих двух героев. Ну, в принципе, я так посмотрел. Лайфстиллер как-то вот не совсем это понятно, но он очень неплохо заходит чисто практически против Эмбера. Вот сколько игр не смотрю, все время Эмберу тяжело приходится против этого героя. Возможно, как раз таки из-за того, что он сам не может его хорошо продамажить из-за рейджа. И это является проблемой. Несмотря на свою мобильность, в общем-то, ее не хватает. Да, да. Вообще, просто если в лапы попадается Лайфстиллер, у Эмбер Спирита одна огромная проблема. Если его замедлить, то его ультимейт, вот этот, ремнанты, они перемещаются очень медленно. И, соответственно, получается, что он как бы доджит скиллы и выйдет какой-то там какой-то дэмэдж может только за счет второго скилла, а не за счет ультимейта не может. И это очень сильно решает. И когда Лайфстиллер до него добегает и замедляет, то того просто съедают за секунд. Поэтому решили забанить этого неприятного дядьку. Плюс, опять же, Лайфстиллер очень быстро уфармливает себе айтемы. И к 13-й минуте может иметь что-то из разряда, там, не знаю, фейзы армалет или мидас, там, плюс барабаны, какие-то фейзы, что-то типа того. Ну, в общем, быстро выфармливает свои шмотки, вот эти начальные, и ДПС у него очень жуткий. Эмбер у Хани появлялся всего, у Фнатик появлялся всего один раз, играл Хани, закончилась игра победы. Действительно, не так часто, но, опять же, мы же не видим тренировок команды. То, что он появлялся в официальной игре, ну, наверняка на тренировках сейчас все играют с Эмбером в той или иной степени. Просто потому, что очень-очень, вот, этот герой модный. А в Доте всегда дань моде, она приветствуется гораздо больше, чем все остальное. Ну, вот, в принципе, это можно понять. У Фнатик очень получается агрессивный пуш, Шаман плюс Чен. Есть Бэтрайдер. Ну, и сейчас могут они добрать какого-то... Посмотрим, что они доберут, но я не удивлюсь даже пугну увидеть. Потому что действительно очень-очень хороший пуш. Инча в бане, Вис Папарейшн в бане. В бане также Даззл забрали с Лордара в Бейна Визажа Профита. И Деваурер. Угу, вот такое вот решение. Могут поставить на легкую линию. Да, очень интересно, что сейчас продемонстрируют нам игроки команды Фнатик своим пиком. Ну, сначала бан. Бан Сигма. Они решили забанить Шторма. Судя по всему, вот этот бан Деваурера предостерег прежде всего, потому что забанил... А, это Ликан. Да, обхитрили, здорово. Здорово обхитрили. Ох уж эти Фнатик. Так, мы вам забаним Деваурера, мол, сами сейчас поставим Эмбера на легкую, а в мид какого-нибудь НТВК, типа Шторма. Но сами не собирались этого делать, и в мид пойдет Эмбер, как и было задумано. А Ликан пойдет на легкую линию с Ченом, Шаманом. Ну, удачи, удачи Сигма. С профитом, конечно, отбиваться от пуша будет весьма непросто. Ну, то есть, Сигме сейчас нужно как-то вначале пересплит пушить, получить какое-то преимущество и быстро качнуть своего профита. Если же профит останется у нас без фарма, то Ликан с Ченом спушат очень быстро. Ну, сейчас посмотрим, в общем, чем ответит Сигма. Просто такой вот как раз критический момент будет в игре. Должны, по идее, сейчас Сигма своей триплой пидорить на топ и разваливать кабины. Ну, такое, потому что Люкан, по идее, с Шатул Шаманом линия не такая уж и сильная. А Слардер Бейн Визаж как раз-таки наоборот. Да, ну вот такое решение. Ну, начало, конечно, у Сигмы невероятно слабое. То есть, если они пойдут действительно в свою триплу на легкую, и Мигель пойдет соло, и соло пойдет мид фата, то фактически Фнатики получат свой там фарм очень-очень быстро. И в момент, когда они выйдут пушить, у Визажа не будет нужного левела, у профита не будет нужных артефактов, у Магнуса не будет ни левела, ни артефактов. Ну, левел может и будет, но все-таки блинка у него не будет, без блинка ему тяжело. После буквально 30-секундной паузы вернемся к игре и будем наблюдать за интереснейшей игрой, которая действительно обещает быть достаточно занимательной, судя по пику и одних, и других. Ну что ж, возвращаемся к игре, как раз самое начало. Посмотрим за расстановками, какой интересный посох на Афурея. Прямо такой, действительно необычный у Мигеля. Ага, арчит. С самого начала игры решил прикупить. Отправляется на топ. Факин Мэтт и Фата. Ну, пока что, судя по всему, все бегут забанить Чену хотя бы часть леса. Ну, посмотрим, давайте. Да, это все прекрасно должны понимать. Вообще, надо посмотреть, а кто сильнее на первых левелах 5 на 5? Такой вот хороший вопрос. Ну, вообще, такое ощущение, что Сигма получше смотрится все-таки. Хотя Бэтрайдер. Бэтрайдер может очень здорово помешать. Ну, 5 на 5 вряд ли один фиг тут будет какая-то драка. Учитывая, что, как минимум, Мигеля там не будет. Ну, Трикси тоже ушел. В общем, дают забанить лес. Ну, правда, это вообще... Это, ну, так скромно. Вот этот вот один-единственный вард. Вот это вот уже лучше. Этот вард ничего не банит. Но сейчас Сигма будет видеть передвижение Чена. Это важнейший вард. Можно... Даже лучше, что он не банит. Потому что о его наличии не будут знать игроки команды Фнатик. Ну, как бы он не банит и не банит. Все, Чен качается. Но забанили, по большому счету, один лишь только спаун. И Чен ничего не видел. А, Чен начинает в чужом лесу. Ну, здесь No Tail. Да, подстрял, подстрял. Его сейчас просто тычка-тычка-тычка. Раста, конечно. Попытается слиться на Рошане, но нет. Вообще и Сокса уставляет ФБ. Прям вообще замечательно. А тем временем в стиле Адмирала Бульдога начинает у нас Мигель. Очень грамотно, не дает Шаману. Ну, что я могу сказать. Очень здорово начали. Вот чуть-чуть уже, но задержали тайминг игроков команды Фнатик. Убили Чена. Чен подбанили лес. Он сейчас придет. И к первой минуте он не успеет ничего разбанить. Привет. Я правильно понимаю, что этот Вард сейчас забанит ему пул? Какой пул? Ну, сейчас мы посмотрим. Ну, спот крипов, которым он разбанил сентряг соперника. Не, он далеко вроде стоит. Ну, сейчас посмотрим. Потому что такой вот на границе, на самом деле, эти большие спауны имеют весьма слип. Слардар ускоряется. Сейчас еще и Трикси может нафидить. Замедление вкачано. Трикси замедляют. Очень много урона он получает. Да, это минус Трикси. 2-0. Хорошее начало для Сигмы. Да, начало хорошее. Еще и Чен выходит на топ. Ага. Да, ну Чен здесь здорово сыграл. Мигеля поймали. Ну вот, мое мнение, если бы все-таки Сигма поставили свое трипло на топ, то тогда они бы хотя бы имели возможность порушить стратегию Фнатик и не дать Люкану нафармить там нужные айтемы, не дать Шадоу Шаману поднять быстро левел. Чену также, то есть Чен по сути сейчас бегает, вот он, вышел один раз за гангл, пошел дальше фармить. Снова выйдет за гангл и будет дальше фармить, либо будет пуш топа. И когда Люкан купит себе нужные айтемы, а Шадоу Шаман поднимет шестой левел, ой-ой-ой, в миде не хватает маны на шоквейв, мувспид практически одинаковый, но там на пятачок разница, неужели догонит? Нет, ну выходит кентавр. А, это, господи, Ханя, он за тьму играет. Кстати, но Тейл себе забанил спаун, я его поздравляю с этим. Ну, очень-очень странно, что сюда, но здесь я... Ну, вроде далеко стоит, но... Не, на самом деле здесь еще можно дальше поставить, и все равно здесь очень большой спаунбокс, вот как раз в эту сторону. Вот чуть-чуть, может быть, если ниже его поставить, то да, но здесь очень тяжело. Кстати говоря, по поводу Шадоу Шамана, Мигель просто отлично действует, он до конца банит вот этот спаун, но вот сейчас ему не удалось этого сделать, но в целом очень неплохо действовал, забирают тем временем 3х, который в очередной раз. Вот на этот раз он попадается, да, причем его очень далеко забрали, судя по всему, плюшка визажа долетела. Ну, хорошее начало для Сигмы, они очень много убивают и, в общем-то, не дают... Мешают как могут при этом. Еще вот если бы Фата забрал фраг на Хане, было бы вообще отлично. Ну, конечно, Чену тяжело будет без этого спауна. Сейчас еще пару големов появятся. Это будет для него лучше. Не хватает ему еще големов только здесь. Ой, а Трикс сейчас еще раз может умереть. Ему в спину уже выходит Бейн, замедление. Ну, конечно, Firefly дает возможность улетать. Да, вот так вот, очень здорово действует, молодец. Молодец Трикси, не так просто оказался. Ну, и тут уже начинает Факин Мэтт получать от вышки. Что-то как-то многовато наполучал. Ну, там он пять штук, по-моему, съел. Сначала два, и потом еще три. Это, конечно, очень много. Ну, и Трикси в итоге здорово здесь отбивается, получает много экспы. Хорошая вообще... Да, он, опять же, два раза умер, но в целом-то линия в его сторону отпушилась. Он забрал много экспы. Руна, конечно, полностью контролирует сейчас игроки команды Сигма. Чен забрал Смоук, но его здесь преследует вот этот пенек мерзкого вида. Ну, и только еще, еще минуту крипов не будет видеть Чен на этом спауне. Да, конечно, на самом деле, вот Ноутейл, это один из тех игроков, который может... Ну, он может в гранд-финале Интернешнл такую ошибку сделать. Ну, вот как бы какая-то Ноутейловская вот эта фишка. Да, в спа ставил, и ладно, там, вкачал. Вспоминается Санкинг от Мизери. Ну, профессионалы, конечно, должны иметь, так скажем, уже представление, куда можно ставить в арты, куда нельзя. То есть, они должны наизусть знать. Это элементарно делается. Зашел, создал доту и там потратил, грубо говоря. Есть даже такая картиночка, сделана каким-то умельцем. Там все абсолютно спаунбоксы с точностью до пикселя прорисованы, прям заштрихованы. И вот, ну, она просто не подводит. Очень удачно. Ей даже, кстати, в свое время у меня Инесс спрашивал. Ну, потому что действительно тестить, тестить это можно, а можно просто посмотреть на картинку и уже... Да, если уже кто-то затестил. В которой точно все нарисовано. Ну, и, как правило, там есть какие-то темы, в которые ты, ну, не обязательно с точностью до пикселя. А вот какие-то ориентиры, например, там вот снизу, чтобы разбанить, ставишь вот сюда, вот в арт, за вот эти вот деревья. Вот этот спаун, чтобы разбанить, потому что там точно спаунбокса нет. Ну, в общем, ладно, это такой момент. Я, на самом деле, даже не думаю, что это сильно повлияет на исход игры. Потому что здесь, как мы убеждали, что фнатики, они долго, бывает, запрягают. Но зато потом едут достаточно быстро. Да, у них пик такой, вроде, с подпушем, и начало им выиграть важно. Но они как-то не парятся. У них вообще все в порядке. Бэтрайдер. Заслипали, забрал инвиз факин мэтт. Ну, что упас? У паса четвертый. Ой, Трикси. Ну, ты же видел, что инвиз забрал факин мэтт. Э, ему пофиг. Такой, да, наглецый. Там уже, о, заслипали. Вчетвером затолкали. Все. Да, Трикси тут, конечно, отъезжает без шансов. Но, опять же, убивали его вчетвером. То есть там не вдвоем, не даже не втроем, а вчетвером. Он уже и левел, а не второго, не третьего, а уже пятый. И, в принципе, не так много времени потратили. Все равно там профиту. Да, ну вот то, что профит сместился, сейчас попробуют наказать, конечно. Ну и здесь тоже выходит в пуш. Даггер покупает Слордар. Ой-ой-ой, сейчас Трикси прилетит, его сейчас еще раз убьют. Это просто нужно быть очень аккуратным. А он попытается задефить, потому что здесь вышку-то отдавать нельзя. У вас пушпик. Размениваться невыгодно. Смотрим. Хуваль от Ликана. Да, очень-очень осторожный Трикси. Магнус забирает, тем временем, может, Спирита на миде. Фортификэйшн. Сверху падает вышка. Ну что, Слордар. Ну, судя по всему, не дадут заденайть. Да. Ты посмотри, седьмая минута, Даггер. Как быстро. Фата. Ну... Ну, без Арканов, конечно, но все равно очень быстрый Даггер. И сделал он сейчас скилл, если я не ошибаюсь, в соло. А там не успел подойти Слордар как раз-таки. Без Арканбут сразу сделал Даггер. Ну, в принципе, круто. Потому что сейчас еще и у Слордара есть Даггер. И в двоечка они могут в данный момент любого ловить. Накрывать там Шок Вейв. Тычка, тычка, тычка. И там Стан тоже. Тычка, тычка. И давай, до свидания. У меня такой, знаешь, этот, старовер, так сказать. У меня первый вопрос, который возникает, Слордар запрыгивает. Сейчас смотрим на то, как будут убивать Хани. Нет, Хани. Хани уходит, уверен. У меня первый вопрос. Вот, купил ты Даггер, а маны-то хватит. Совершенно каждый раз забываю, что Даггер не стоит маны теперь. И это на самом деле важно. Потому что, действительно, раньше вот эти 75 маны, они могли аукнуться без арканов. У тебя меньше монопул. Да, да, да. Теперь Магнус уже... Для Слордара это вообще сладкая жизнь. Потому что Слордар никогда не покупал арканы. И вот ему Даггер покупать было круто, но ты прыгаешь, а маны на крэш нет. Что делать? Да, и как мы видим, монопул у Слордара меньше, чем у Магнуса по дефалту. То есть Магнусу хоть еще куда не шло. Но, правда, с другой стороны, у Магнуса и прокаст подороже. Тут легко, в общем-то, это все объяснить. Смотрим на то, как будет развиваться событие дальше. В общем-то, купили два Даггера. И теперь обороняться будет достаточно просто. Ну, относительно того, как вообще эта игра могла сложиться. Действительно, очень неудачное начало. И, в общем-то, хорошо себя уже чувствуют и Профит. И не так много он наотдавал в начале. И Слордар с Даггером, и Магнус. Это такая комба by Orange. Опять же, на том же самом третьем интернетчнеле. Потому что Слордара тогда никто практически не использовал. Они были, ну, чуть ли не единственными. И очень здорово там Слордар станел под Магнуса своим ауешным станом. Я думаю, здесь мы можем увидеть. Если у нас игра затянется, то обязательно какие-то хорошие, красивые комбинации должны быть. Конечно, в этом плане с Магнусом всегда шикарно смотреть игры. Такие прямо красивые моменты. Ну что ж, давайте посмотрим на Творс. Да, на Творс хороший, Слордар. Лекан чуть отстает. Эмбер отстает от Фаты. Сильно отстает, на самом деле. Профит идет сразу за Эмбером. Бэтрайдер тоже... Ой-ой, как неудачно! Еще подстанили. Ульты Бэтрайдера стирают. Это очень жесткий хейт идет на Тликсе. Ему бы тут уже как-то даггер выформить. Вот он пытается, пытается, его постоянно убивают. Ну фактически с двух ультов, с двух даггеров его забрали. Несмотря на то, что немножко не повезло Магнусу, там крипы его подблочили. Но подстраховал и Слордар, и Профит. И там урона, конечно, хватило с большим запасом. Хорошо действует. Вот не нужно скупиться на ультимейт Магнуса в начале игры. Скупиться нужно в конце, когда тебе уже, ну, каждая ульта очень-очень важна. Сейчас нужно думать об этом гораздо меньше. Смотрим, выход на Мигеля. Ну, Флай здесь в стиле факин Мэда сыграл. Зашел просто под вышку, но ставит змейки. И сейчас попытаются одефать. Но очень неудачно поставлены змейки. Тут пеньки и змейки вот уже вторую, третью сбивают. Да, это просто впустую. Ой-ой-ой. Бедный Трикси. В очередной раз. Ну вот это то, о чем я и говорил. Они в двоечка сейчас могут разваливать кабины только в путь. Потому что там урона достаточно много с руки уже. Он почти по сотне. Они дэмэджи имеют. Если еще им пауэр повесить, то как раз будет сотня. И все это дело будет идти под амплифаем. Интересное решение от Фаты. ПТшечка. Такой более дамажащий и плотный Магнус. Ну, с бутылкой такой будет переключать урон. Слардар вешает медальку на катапульту. Оставляют здесь Магнуса. Он продолжает фармить. Вообще, конечно, все очень, очень хорошо у команды Сигма. Они уже взяли необходимые артефакты левела. И теперь могут, ну, спокойно, никуда не торопясь играть. Посмотрим, чем ответят фнатики. Да, у фнатиков, конечно, 11.30. Чен пятого левела. Ну, Ханни, смотри, что купил. Ханни купил тревела. Такой эмбер может стать диким фармилой. То есть он может просто бегать по карте, фармить, 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 перемещаться везде. И все, фармить, фармить, еще раз фармить. Сделать все 6 слотов, играть доту. Это интересно. Ну, конечно, то, что до сих пор у Нутейла не то, 6 левела на 12-й минуте. Это антирекорд, один из. Ну, вот у него бывает такое, не в первый раз. Он как-то увлекается. Как правило, даже если Ченган играет, но все равно не должно у него так плохо все быть с левелом, с артефактами. Ну, артефакты ладно, у него есть арканы, в принципе. Хотя голые арканы, ничего больше. Но, а нет, ХДРСка. Извиняюсь. Да, пофармил он неплохо. Но, может быть, делил с кем-то экспу. Не знаю. Ладно, давайте смотреть дальше. Ну, в любом случае, 12 минут, 5-й левел, это плохо. Учитывая, что можно взять 6-й, ну, минуте на 6-й, 7-й. Ну, тут Шадоу Шаман. Не-не-не, ну, Ченом-то да, можно так сделать. Но тут, видишь, тут просто, судя по всему, упор был на Шадоу Шамана, а не на Чена. А что, Шадоу Шамана уже 7-й левел. Бетрайдер, залетает. Очень неплохой тест. Выцепляют Мигеля. Здесь же Фамиляра. Мигеля куда-то на Рошана отвозит. Рошан там взбесился. Получает огромный урон. Забирает Бетрайдер. Как хорошо сыграл Трикси. Он просто идеально отвез. Ликан ультует. Гонится за Факин Мэдом. Факин Мэд. Слардар. Шикарно. Выталкивают просто здесь Эру. Отменяет ультимейт. Ультит в конце. Умирает Бэйн. Но Эра должен отъехать. Нет, живет. Ой, лол. Тут пас пытается убежать от Хани. У Хани маны ни на что не осталось. Руки будет тачковать. У него очень хороший мувспид. В отличие от Визажа. 335 мс очень мало. Ну, там под тремя стаками был Бетрайдера. Очень тяжело было убегать. Действительно тяжело. Вот здесь очень быстрый Слардар может заковырять. Кстати, Трикси у него полная мана есть. Стан. И Даггер. Ну, Трикси очень-очень много помощи. Сюда идет. Забирают Трикси. Ну, привязывает. Идеально играет Хани. Нет, Слардар хорош. И Фамиляр. Идеальная посадка. Не дали. Ну, вот на Рошана забегают. А есть у кого-то медалька? Нет, медальки нет. Тут просто змеи. Очень много дамага. Хуваль, Волки. Все-все-все. И нет ультимейта. У Фата об этом знают. Да, Фата, конечно, сыграл идеально. Он дал ультимейт Волка сразу после того, как убили Бейна. Но все равно не хватило. Заходят пеньки. Заходит Факин Мэтт. Нет, опять же, ультимейта. Чуть-чуть наносит урона по чину. Ну, дамаг там колоссальный. Порошана забирает Рошана. Эмбер подбирает Аегис. И смотрим. Сейчас важнейшая драка. Стан попадает в Фат. Ой, ё-ё-ё-ё-ё, какие тычки жесткие залетают. Факин Мэтт тоже раздавили. Пришли, просто отдались вместе с Рошаном. Это была ошибка. Нельзя было идти на Рошана после того, как он упал. Сплыт все еще в кулдауне у вас. Ребят, Рошан мертвый. На него больше уже не тратят сил игроки команды Фнатик. А Финс Грипп в кулдауне. Имело бы смысл, если бы ворвался как-то хорошо Фата с ульты, но у него ульта в кулдауне. То есть, вообще, изначально это была гиблая затея без ульты Магнуса. Пытается он сейчас... Да, он что-то... Да, идет на перехват. И, судя по всему, это все спалили. Дело... Ух. Ух. Сапнули, как Трикси. Гнали за Эр и умер опять Трикси. Что за... Лол. 1-7, он уже, наверное, потихонечку начинает гореть. Не, на самом деле, Трикси все равно выформил даггер и очень хорошо сыграл в прошлой драке. Вот перед Рошаном, которая была, он там просто профита выцепил очень здорово и лишил его вообще всей возможностей. Но, судя по всему, Эмбер у нас будет пытаться выформить. Но вот проблема, конечно, в том, что он люлей получает от визажа в соло. Фактически. С такими артефактами. Побежал, побежал, Слордер. За Эмбером. Ну, у Эмбера, на самом деле, мувспид тоже очень хороший. За счет тревелов он сейчас носится очень дико. И это тоже очень сильно решает для его ремнантов. По факту, закинув ремнант, он там же полтора, по-моему, коэффициент на скорость. Аня даже два с половиной. То есть... Да, здорово. Это очень сильно прибавляет, грубо говоря. Там 5 и 100 мувспида на два с половиной. То есть этот ремнант будет вообще летать. Дополнительно, считаю, МС очень хороший идет. Возвращается. Действительно, Ханя очень много собирается фармить в этой игре. Ну, теперь понятен план фнатиков сделать такого вот убийцу. В принципе, на остальных героев они такой ставки не делают. Ликан больше бегает, пушит. Ну, потому что этого раза забирать стратегически важно для команды. В принципе. Да и пик такой, в общем-то. Ну, посмотрим. Очень не сладко будет Эмбер Спириту в лейте. Все-таки очень-очень неприятные герои. Он не живет, когда его так много дизейблят. А здесь, ну, просто все. Очень-очень аккуратно стоят фнатики. Не дают никак ворваться Магнусу. Ну, понимают прекрасно. Там Профит пеньками своими расконтролил лес. Очень здорово. И понимают, что все здесь. Что в лесу никого нету во вражеском. Ой-ой-ой, Бэйн. Да. Эра. На ранней стадии вот эти некрачи, они очень противные. Помимо того, что с ними очень круто пушить, так они по лицу бьют больно. Да, они на поздней стадии, в общем-то, бывает такое, что умирают герои от некрачей или просто они там выжигают ману. Но действительно, на ранней стадии это гораздо больнее, потому что хп у всех меньше, наносит больше урона. Наверное, стоит открыть графики, посмотреть, что вообще происходит. Как мы видим, игра достаточно ровная идет. И преимущества нет ни у одной команды. Ну, там, у одних по золоту, у других по опыту буквально чуть-чуть. И фнатики по-прежнему хотят вот подпушить, смотрим, напали на Ханя. Ну, Ханя Аегис. Да, здесь даже если его убьют, у него есть Аегис. И, на мой взгляд, просто потеря времени. Да, и тут же понимают это, вытягивают Фату. Смотрим, смогут ли что-то сделать с Фатой. Нет, Бэтрайдер просто не дотягивается, но... Проходит шикарнейшая ульта. Смотрим на Магнуса. Магнус должен вылетать с РП. Нет, сбивают ему даггер. Умирает Слардар. Магнус. Затаранил за собой Ханя. И тупо сваливает. Просто тупо сваливает. Ханя уже на тревелах переместился. Очень здорово. И что, сейчас вернется на топ? Он сейчас вернется на топ. За счет того, что его Чен телепортирует домой. Да, позиционная, конечно, игра сейчас... Отличная. Булилюм. Во всей карте пролетел. Привязал Мигеля. Нет, судя по всему, не привязал. Но в любом случае здесь останется фармить. Очень здорово сыграю сейчас с Натикой. Вот как только увидели Слардара на топе, сразу же начался какой-то врыв. Магнусу не дали как следует въехать в эту драку. Вообще, конечно, Магнус не тот герой, который должен инициировать против грамотной команды. Никто в куче стоять не будет. Не будет давать возможности связать в пятерых. Нужно, чтобы кто-то изначально ворвался и что-то там попытался сделать. Ну, тот же Слардар стянул на себя, так сказать, соперников. Мом. Это кто Мом? Магнус. Ну, в общем, это такой некий Дэнди стайл. Решил пытаться затащить. Только у Дэнди еще там, помимо вот этого всего... Помимо Мома, по-моему, у него был в начале Дейдалус. Потом уже Мом. Но он решил сразу купить. Мом, не мелочиться. Нет, это, конечно, замечательно. Но все-таки... В таком случае нужно действительно дизейблить всех. Потому что хотя бы один герой останется, способный нанести какой-то урон. Да, ну вот у Шадоу Шамана уже есть Даггер. Возможно, это, кстати, Мом тоже для фарма. Для такого дополнительного, который дает тебе лайфстил. И ты быстрее наносишь свой урон. Такой неплохой вариант. Ну и смотрим. Два толстых героя, основных героя. Хороший пенек. Спалил. Спалил, но не сбил Даггер Флайю. И Фата может приехать. Но Слардар спасает. Магнус уезжает. РП. Слани. Распаливают его, но выбил только Аегис. Да. Нихрена себе, раньше какой. Запнули. Да, это минус. А сколько Аегис? Аегис там уже практически выпадал. Ну да, вот, судя. Ты посмотри, 10 секунд осталось. Ну, уже. За 20 секунд до того, как выпал бы Аегис, очень неудачно поймали. Вот не доиграл чуть-чуть Мигель. Он спалил идеально Шамана. Но нужно было еще дать по нему тычку пеньком сбить Даггер, и тогда бы этого всего не было. Пытается запушить Мигель. Мигель, кстати, неплохо выглядит пока что. Да, но кажется, он сейчас может приплыть. Да, сбивает очень вовремя. Минус Мигель. Да, Мигель неплох, но Ханни явно пожестче смотрится. Фамиляров не контролят. Вообще, забили оба коллектива на фамиляров, но Бэтрайдер решает не врываться, понимая, что идет пуш в вышке. Прежде всего, нет еще Форстафа, и может его с Лордара оставить, в общем-то, в не очень приятной позиции. Ну и вот опять игра, в которой вроде счет ровный, и приходит определенная минута, проходит определенное время, и ребята из Фанатик начинают очень уверенно лидировать и укреплять свои позиции. Вот буквально за пару минут у них уже 3000 золота по экспе, у них уже ближе к 4. Ну, можно сказать, что так на классе, то есть, как бы мы там ни начали, вот наступит такой момент в игре, когда мы будем знать, что делать лучше, чем вы, и сделаем лучше, чем вы. И, в общем-то, ну, Фнатики, не скажу, что они в этом были уверены, но по факту так получилось, потому что начало-то, конечно, они просто отдали. И сейчас вот уже счет равный, и вышки падают очень-очень быстро, и Лекан все сильнее, и Эмбер реализуется, вот у него уже дизоль появляется, урона гораздо больше, и почти 16-й левел. Да, конечно, там. А что ему с левелом ульта дается? Да не так много, в принципе, дается, только урона. Ну, в общем-то, все равно неплохо. Все равно неплохо. Главное, что он все свои сплы уже раскачал, и вот эта атака вместо 30 секунд 6 кулдаун. Сносится вышка на топе, наконец-то Фури все-таки смог это сделать. Второй рецепт на Некрачей. Будут пушить дальше, ну, Тир-2 на Тир-2 поменяют сейчас, но... Да, Тир-2 уже, и какой неудачный фортификейшн, просто после того, как вышка упала. Типа, смотри, Ханни еще отправляется на топ, Ремнант есть снизу, он сейчас на топе прогонит Фуриона или даже убьет его. О-о-о, да, он его убьет, ТП-аут, не успевает сделать. Не вернется сейчас. И надо прыгать на свой Ремнант. Здесь линия все равно уже не упадет. Тут просто одни сумоны уносят вышку. Просто ни один герой, по-моему, по вышке не сделал тычки, одни сумоны только. И сейчас Слардар теряет половину хитпоинтов, нужно теперь отхилиться. Да, и еще и Ханни может вернуться, и вот, судя по всему, он вернулся. Трикси включает фаерфлай, будет запрыгивать. Цепляет факин Мэда, да, самого такого, одного из самых главных героев, и не дает запрыгнуть Магнусу. Идеальная игра от Фнатик, конечно. Ну все, это минус первая сторона, здесь ничего не удастся сделать. Просто одними сумонами сломали. Магнус так и ни разу не вырвался, так ни разу ничего сделать не смог. А, ну не дают возможности, потому что стоят все заспличенные. Более того, сначала идет ряд сумонов, в которых вообще глупо уйтить. Дальше идут два суппорта, и кэри стоят вообще в третьем ряду. Ну, то есть, либо как-то со спины забегать, не знаю, очень тяжело. Очень тяжело здесь в Фате. Ну, как бы на это... Об этом всегда нужно думать, что просто так тебе Магнусу никто ворваться не даст, если тебя пушат. Если какая-то идет там хаотичная драка, ну, которую ты должен навязать, то да, ты там можешь ворваться. Но тут просто доминирует. Вот особенно этот эмбер, конечно, шикарно исполняется. Так, Люка хотят забрать. Господи, какой урон! Ну, включая тульту, телепортируют домой. Форстаффи, тульт! Ну просто какая игра от Нотелла, все сделал. Он вообще локал успел выступать перед тем, как улететь. Да, шикарно тут получилось. Он еще так не спеша все сделал, но и форстаффнул, чтобы на всякий случай там Слардар побегал немножко и ульт дал. Ну, в итоге он мог даже ульт не давать, там, с запасом лекан улетел, но, в общем-то, решил, что лучше не сейвить. Мы видим, насколько же ватный лекан в драке по сравнению со Слардаром, но когда это все прикрывается кучей каких-то сумонов, змеек, ой-ой-ой, зацепили Мигеля. Да. Ханни доминирует. Смотри, вот, при такой игре без Заши уже почти ее гоним себе сделал. Неплохо, но только его фамильяр вообще его, в принципе, не особо видно в этой игре. Чего не сказать о Ханни. Ханни доминирует просто. Вот это тот Эмберспирит, на которого действительно, да, его зацепили и не успеют помочь, хотя как же много урона. Он поглощает, успевает уйти в Ремонт. Да. Чуть-чуть не хватило высосать маны с ультимейта. Чуть больше бы, если ульта Бэйна вытянула маны и получилось бы убить. Не хватило, там, копеечки. Ну и в итоге оставляют в живых Ханни, и у него уже криты появляются. И потеряли опять кучу времени, потеряли вышку. Сейчас будет Рошан, которого заберут, конечно, игроки команды Фнатик. Ну, во всяком случае, попробуют. Да, тут уже подпушивается третья линия, нижняя. Но должны сейчас Фнатик уже идти, заканчивать. Тупо Эмберспирита тоже на базу не стали отправлять, я так понимаю. Или его телепортнули, чем все-таки. А, телепортнул, да, он с ремноном-то вернулся обратно уже фуловый. Ну, вот так вот. Плюс у него тревела на месте. В случае даже смерти он может байбэкнуться. Пока нет, но где-то мой деньги он наберет. Ну, хотят, походу... Брайдер, цепляет Фато. Попытка застанет, не удается. Фато выходит и станет. Но в последний момент все-таки его убивают. Байбэк. Брайдер, по-туда тебе спринтами, очень быстро рассыпается. Два байбэка следует сразу. Подъезжает визаж. Могут идти, отойти на Рошана, могут пойти закончить. О, ё-ё, ё, критуля вылетела. Да, Бэйн умирает. Брайдер, попытка сделать РП. Уже хоть в кого-то, но вообще не дают РП. Ну, и все. Ну, и, собственно, последний герой ГГ пишут, игроки команды Сигма. Здорово, здорово сыграли. Фнатик очень здорово и закономерно победили. Кстати, в доказательство того, что Уль действительно с лавлом ничего не дает, я только сейчас обратил, что Ханю он вкачан на единичку. Ну, то есть там основное это не урон, а вот именно кулдаун или... Прыжки вот эти, то есть, да. Он к этому ничего не дает, поэтому решил вкачать два плюса, которые, возможно, кстати, ему и спасли жизнь на топе. Вот такой вот. Такая занятная арифметика. Ну что, закономерная победа Фнатиков. Сигма остается с нулем. С баранкой. С дыркой от Бублика. В графе очки. В графе победы. 0-8. Ну и отправляются вместе с командами RockSkis, Team Liquid, Power Rangers в квалификацию, в лучшем случае, следующего сезона. Ну, я так понимаю, ну, их должны пригласить на квалификацию по-любому, как участников этого. Но в сезон они напрямую не попадают. Только участники плей-офф попадают в сезон. На самом деле, насчет этого, наверное, нужно будет вообще посмотреть и дожить до третьего сезона. А у нас предстоит плей-офф. Если я правильно понял, с 12-го числа могут начаться игры плей-офф, четвертьфинальные. Их две. Фнатик против Cloud9 и Virtus.pro против Alliance. Достаточно две интересные встречи. Ну и в полуфиналах Team Empire и Na'Vi ждут своих соперников. А на сегодня у нас все. Будем прощаться. Да, всем удачи. Всем пока. Всем пока. С вами были Версут и Майлшторм. Это была Dota 2 Champions League. Увидимся в плей-офф.